Всем гав, с вами Тяф, сегодня мы продолжаем играть в игру по названию Bendy and the Dark Revival. Записываю серию, конечно, я не подряд по итогу, как бы это странно не было, хотя я в прошлый раз начинал. Ладно, в любом случае, мы, собственно, сегодня продолжаем проходить Bendy and the Dark Revival. Ничего удивительного, ничего интересного нового. Что-то пищит. А, это у меня на улице. Я думаю, что это пищит, она такой пи-пи-пи-п. Точно же у меня ничего не пищит? Ничего не пищит. Нет, это всё-всё в порядке, это шизофрения. Так, собственно, там открыт проход, пошли в тот проход, посмотрим, что, собственно, там. И, собственно, собственно, это, собственно, собственно. Что-то новое слово паразит у меня появилось. Вентиль. Шпых. Охранное что-то там. Я могу на ту сторону сразу. Ой, куда я? А я могу всплыть? Какого хрена? Я вот тонул в чернилах. Ладно, пока ещё ни хрена себе. Вот это я выбрался. Неожиданно. Нажать. Как неожиданно и приятно. Только теперь без хп. Что не очень приятно. Кнопка. Эй, там есть кто-нибудь? Флоу туда не подходит. Возможно, я сейчас нажму ещё раз, короче. А, я все... А, один вентиль был не открыт. Окей, теперь мне нужно флоу наверх. Сейчас. Так, и теперь я, по идее, нажимаю снова эту кнопку. Оно затапливает. Только теперь там, вон, открыт вот этот вентиль. Вопрос, зачем? Мне без понятия. А зачем мы это сделали? Так. Возможно, я должен перекачать в другой проход, типа. Типа, с отсюда его в другой. Я могу здесь что-то сделать? Здесь ничего не могу сделать. А вопрос тогда, что, зачем и почему. Давай пройдём обратно, посмотрим. Может, тут что-то изменилось. А тут было затоплено. Я чувствую, меня сейчас отфобьют, да? У меня хребет, нифига нету, я утонул. Нифига я этот... Из Mortal Kombat, походу, кто-то, да? Так, а у меня еды случайно так чисто, чисто случайно нету. Ну, здесь затоплено. А, всё, я понял, куда. Окей, сейчас вначале я хочу найти немножко еды. Потому что я сейчас, как бы... Вы можете посмотреть моё количество ХП. Немножко при смерти так-то. Ну, это ладно. Я так понимаю, что сейчас я реально скоро умру, если так и продолжатся. Окей. Давай сохранимся тогда. На всякий случай. Ну, давай. Вот это пересохраняем. И туда в лову. Ага. Всё. Нажимаем. Что-то изменилось. Что-то пошло как надо, да? Сейчас, флоу. А что мы открыли, собственно? Кто-то... А, есть где спрятаться? Где спрятаться? Где спрятаться? Где спрятаться? Где спрятаться? Сюда. Бейк и суп. О, суп. Спасибо, Бенди. Бенди меня привёл к супу. Опа. Он ещё и на фулы охиливает. О, ещё и монетку нашёл. Спасибо, Бенди. Слушай, реально помог. Вот так всегда. А то он обычно начинает вот это. Я на тебя нападу, тебя сожру, а у укрытия рядом нет. А вот он мне к еде прям привёл. Вот хороший. Хороший Бенди. Так, а собственно, я это сделал. А... А зачем? А на кой? Тут очень сильно не хватает какого-нибудь указателя, который тебя ввёл бы, куда тебе надо. Потому что я реально блутаю. И я не знаю, куда. Это блудшая душа. Куда мне идти? Она открыта. Вы меня напугали? Можно я, пожалуйста, не так резко? Я испугался вообще-то. Не хочу умирать, а ты хочешь? Да иди в пень, я только недавно посиделся. Съел одну. Ом-нам-нам-нам-нам. Так, стоп, это было открыто. Эм, допустим. Допустим. Закрыто. Закрыто. И-и-и-и-и-и-и-и-и. Короче, понятно. А может, там открылось? Может, там открылось? Ну, конечно, нет. Еще мне наспавнят мобов. да хорейх так много бенди бар ну по всей видимости она открылась я понимаю может быть я не прав так ну давай ой снова перевод давай переводчик запускай запускаю в наших изолированных стенах правит лорд а мог капли и капли протекающего мира наверху не могут остановить его проявление его правление тела тех кто предстоит руке а мог а раздавливают и скармливают узкие трубы ведущие в забытые канализации под нашими ногами эти тоннели еще глубже еще темнее чем этот там внизу только страдания но если кто-нибудь победит лорда мог а свергнет его наше маленькое королевство будет принадлежать победителю в этом секрет бессмертия мог а пойди на пройми пройди имя что поздно им спасибо переводчик однако я что-то тоже не понял что значит поздно им но допустим забираем спрятаться 5 мы не будем еще раз быстро сохраняемся и пошли дальше наверх так зарядка давай зарядим зарядком сейчас как только ударит так тут ревайв но пишу если меня вдруг убьют эту должен буду зареспавниться я могу запнул а туда я не могу а что это за друзья такие картонные кстати тут поесть можно сейчас секунду а это этот boss fight значит еще один по ходу нужно могу купить поесть себе а если могу купить поесть это что значит правильно что дальше мне понадобятся хэп шички ну давай купим поесть full хп и собственно вот это уже победить а мог ну ладно еще раз оставлюсь но по крайней мере они выглядят сложным привет друг поясе страх не знаком среди нас убейте ее убейте ее сейчас друг ты серьезно все и хрена в нем лута и не мог теперь мы короче боссы твари ты качал я босс этой качалке кто следующий с кем еще подеремся ладно ребята я пошел короче но только чтоб без этих больше выделывать потому что я все вижу я мог новый павел павел я новая мог пред часть яхта какая-то бабки я мог мне все можно понял я мог мне все можно посмей только мне противоречить я тебе тут этот зарплату режу будешь работать за бесплатно и так за монетки работал а теперь за бесплатно понял пошли отсюда сколько тут всего мне нравится мне нравится неплохо неплохо еще все типа я ради этого сюда приходить они тут он переключатель а это типа должен был сложный быть файты так понимаю да типа я должен был быть очень типа сложным да типа типа это босс был но типа немножко у меня разочаровал может я слишком сильный господи твой я вижу твой разум полный англус я не знаю что наполненный ты приняла свою судьбу а ты примешь свою и судьбу перед концом кстати напиши в комменты надо ли добавлять субтитры к вот этим текстом просто обычно я добавляю субтитры к переводу потом когда монтаж идет и просто серии я на вообще на переводил за просто столько столько всего что да в общем там был просто кучу текста в середине где-то я полностью все перевел так что если есть желание если есть такое хотение чтоб я переводил субтитры то пишу комментариях собственно проходим дальше почему все время собственно а если вдруг мне собственно вдруг по чужому то по инди и сити болт что с это мир насколько большое это место при этом а это ты откуда ты пришел посмотри мне жаль подсчет прошлого я не хотела тебе навредить я не думаю что ты хотел навредить и мне точно так же правда молодец давай будем друзьями тогда окей что ты подумаешь ты и я круто может ты сможешь мне помочь я ищу старая джелт билтон что это плохое место это хорошо я не позволю ничего плохого сделать с тобой один шаг впереди только ты и я давай посмотрим что мы сможем найти бэнди я его не буду бить я его не буду бить тебя я не буду его бить я хотел ударить и знаешь что ты о чем ты подумал что нужно ударить chapter 4 factory for фабрика страха знаете подожди вот так на превью смотри как разорчик и короче идея его до превью ху возьму пацаны это будет превьюшка я не пойму это я как-то неправильно прохожу или что вообще на превьюшка я же класса что он пойдет но тут другой вопрос какого хрена время стран распределено в этом он делепортируется какого хрена так странно распределено вот это вот момента типа один раз я могу смотрим сзади снова будет вот здесь какого хрена я один раз могу пройти серию там за 30 главу за 30 минут а он все же ходит а второй раз я не могу этого же сделать типа главы как-то странно распределены я не знаю типа я не уверен что эту главу я пройду к меру за пару серий я еду не буду есть потому что это еда она на потом так собственно малыш мне если не ошибаюсь кто-то вроде как писал в комментариях что вообще я могу не только вернуться и там я кстати мог найти секреты что-то про это забыл да бенди там как бы можно вернуться и оказывается еще найти батарейку извиняюсь конечно но и наверное этого делать не буду только по одной причине спасибо конечно что подсказываете но такой нюанс в том что я не хочу сюда далеко бегать мне просто впадло я не знаю насколько далеко еще до конца далеко до конца да наверное ну вот это мне сейчас просто нет времени настолько много у меня мало времени ребят ссори послушать так что сорян спасибо кто советует пожалуйста говорите дальше и желательно немножко наперед то бишь не прям спойлерите спойлерите но если есть впереди какой-то секрет то я его прочитаю обязательно и пройду и сейчас серии идет будет по идее сегодня серия выходит на следующей неделе по идее тоже выходит серии и вот это как раз вот эта серия будет на следующей неделе то бишь по идее если напишите комментарии на следующей серии я уже прочитаю к следующей серии так собственно давайте переводить этот старый город действительно изменился с тех пор как было построено то большое здание в генте вчера я съездил на фермерский рынок и они они разорвали всю чертову улицу словно большая дыра только что поглотила тротуар люди выходили и входили со стороны железными инструментами было похоже что они перекладывали какой-то туннель по дорогой трубы просто везде пить за прилавком с продуктовым начал качать головой они чего такого они ничего хорошего не замышляют твердил он вот увидишь так что все так всегда начинается я думаю старый пить может быть прав но я не люблю увольнять людей только по слухам только время покажет я полагаю и так сегодня у нас шоу время покажет надо ну по крайней мере послушает звучит прикольно ой это борька что случилось так вот заходя к теме комментарии кто-то писал что вот этот мелкий это и есть бэнди типа большой бэнди типа который за мной гоняется это короче один тот же бэнди ну как я понял по крайней мере и вот это интересный момент типа конечно спасибо за инфу и это интересный факт но все еще непонятно да бэнди кого хрен ты за мной гоняешься мы вроде как друзья нам нужно короче походу найти где-то иди карту идеи бэнди а где должен найти в помойке нет увы а в гентах видимо должен искать бэнди поищи ничего здесь давай продолжим искать в мусорке ничего здесь давай продолжим искать теперь мы ходим с бэнди выбираем он скажет что в этой мусорке да ничего здесь продолжим искать бэнди ты нас по кругу большой видит пусто может быть где-то в другом месте давай бэндик нет не здесь я бы сам конечно пошел искать но блин я так понимаю это скриптово потому что вы видели я пытался открыть каждый мусорник и все закрыто пока бэнди на них не показывает в багажнике пусто может быть где-то в другом месте это еда опа рид так она читаем будущее наступило я просто не знал что он не по что он появится здесь так скоро кое-что из того что не выходит из гента не соответствует ни одному из известных мне правил физики трудно поверить что когда-то они начинали как компания покладки кирпича настоящее время у нас есть все современные удобства и что еще хуже головная боль возможно тот автомат для удостоверения личности которых у них стоит у двери не возьмет собой удостоверение личности не пройдешь на работу поэтому я начал класть свое удостоверение личности на тумбочку в своем номере в отеле даун сайт это не самое безопасное место но по крайней мере я знаю где она находится понял принял так нам нужно значит похоже мы нашли зацепку а где это я так понимаю это в одном из таких зданий да а ну пошли грант чоп чопс ах так я найду открою свое собственное место дохаре мне 5 сожрал бенди понял вот так ним таким не надо быть говняком здорово мужики ой колбаска может давай нож возьмем нафиг эту трубу реально смотри вот вот нож классный нож берешь такой бам 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 и все чем блин вот этим вот трубой биться я реально не понимаю прикол может быть трубы может быть я такой глупый не понимаю в чем прикол реально трубы она же неудобно ни хрена она урон не так много наносит мы не одни здесь внизу не хочешь уйти развернуться ну ладно эй подруга классный макияж так сказать бэнди менты ладно бэнди не хочет идти со мной ну и ладно не сильно то есть не хотел гулять может быть в этой части вот этот бэнди короче который с нами ходит маленький он станет новым бэнди который помните такой чернильный демон и возможно это раз мы сделаем его хорошим типа мы с ним подружимся короче и типа он короче будет нашим другом возможно либо что-то типа можем ли мы повлиять на бэнди или мы узнаем историю восстановления или что что происходит почему как зачем в общем все очень сложно у меня я конкретно уже как вы могли заметить некоторое количество серий уже вообще не предполагаю что происходит потому что как бы я могу гадать могу уходать но далеко не по что это правда юж вообще не доказательство что я прав как-то крипово здесь ну типа стремно им и билби с пепепим пелинга ты пипет и пипет ипи пипет ипит ипи пипе чё никого теперь теперь я жалоба ставлю пиндя оставим им жалобы понял не умеет при нормально обращаться с клиентами flow наверх лапончик батарейка ве дам пик собственно нужно теперь понять какой у ничего номер Какой-то у него номер отеля-то есть Заперто Не похоже, что было открыто Не похоже, что было бы открыто Окей, а зачем я сюда пришел? Здесь тут все закрыто Пончик хава, я сюда не хотел приходить Может я ключ пропустил? Типа здесь на самом деле все открывается ключом 4, 3, 6, 5 А у меня есть ключи Тут вообще возможно взять А, нету А у него там же в тексте не было никакой циферки, да? Давай-ка проверим А то вдруг там какая-то циферка была Да нет, вроде нету Типа, а какая подсказка в каком Какой комнате, как вообще найти Ключ от комнаты, комнату, как зайти А есть инфа, пожалуйста Бенди, поясни мне, пожалуйста Я нихрена не понимаю, может я дурачок Ну типа тут написано было флоу Я флоунулся наверх Ключей здесь, собственно, нету А если здесь нет ключей То как мне зайти в эти комнаты? Зайти я вот так не могу Что это было? А! А! Мне наверх Вот здесь видишь, уже нет значка флоу Сейчас тебе ждать кд Почему такое долгое кд вы сделали на флоу? Так, использовать карточку Закрыто Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Как? Как ты добрался сюда? Я имею свои пути. Так, расскажи мне, как проходит проключение? Медленно. Ну, я двигаюсь. А, вижу, ты как свой отец никогда... Это спирит. Не теряйте дух. О, теперь вы знаете моего отца. Новое воспоминание. Я не знаю моего воспоминания. Или мою маму. Или к любому, либо в моей семье. Я вижу это. Ты выбрала забыть прошлое. Я могу это понять. Про что ты говоришь? Посмотри. Я думаю, ты готов для этого. Но прихрани свои деньги... Но прихрати свои карманные деньги. Я хочу кое-что тебе показать. Все же это... Подожди. Что ты делаешь? Возможно, все же это реально дочь Джоу и Дрю, как я и говорил в самом начале. Прохождение. Что, типа, возможно, эта девочка на самом деле была той девочке, которой рассказывали истории. Типа... Типа, да, подожди. Это реально может быть так? Потому что я же говорил, в первой части, в конце там... Джоуи... Девочка. Окей, Джоуи. Я здесь. Давай посмотрим, что мы здесь сможем найти. Это первая часть. Эй, сюда. Иди сюда и посмотри. Это не займет долго. Не понял. Где мы? В очень старом месте. Полным воспоминаний. Но не за... Не за... Это небольшая история, которую тебя нужно услышать. Ты готова? Поехали. Один раз... Когда-то давно... Это был хорош... Был старый человек, который потерял почти все угодно. Джоуи. Правильно. Но реальный Джоуи. Он потерял все из своих ошибок. Он, короче, потерял своего старого бизнес-партнера, которым работал многие годы. Мужчина по имени Генри, кто-то там. Генри Стэн. Хороший артист. И хороший друг. И его злость. Джоуи использовал чернильную машину, чтобы создать другой мир. Злую машину. Мир, сделанный из чернил и бумаги чернил. И с его собственной версией Генри. Но один день, случилось чудо. Ангел пришел в жизнь Джоуи. И юная девушка по имени Элис Петерсон. Она не вызывала... Она чего-то там не вызывала, но когда она... Она увидела что-то хорошее в Джоуи, чего никто не мог увидеть. Включая его самого. Да, включая его самого. Сквозь их дружбу. Он стал видеть мир с лучших глаз, с лучшего ракурса. Так что в один день... Его цикл рисунок рисунков. Он оставил Генри и Ангела их самих. В месте, где намного темнее. Где везде приводится на одежду. И там и тогда Джоуи решил создать что-то новое. Что-то новое, чего он никогда не имел. Чего-то он хотел, но не имел. Семью. Но не картонную, а настоящую семью. И после многих попыток, он создал что-то, что может его сделать счастливым. Что он не мог представить. Он создал любящую дом. Светящую, прекрасную. Почти человека. Он создал тебя, Эрдри. Я говорил? Что ты, крэйзи? Что ты, крэйзи? Ты что, безумец? Я знаю, что сложно поверить. Кто ты думаешь такой? Я была родена машиной. Я из плоти и крови. Я не какой-то чернильный монстр. Только потому, что мы рождены тьмы, не значит, что мы принадлежимы. Мы всегда свободны выбирать. Верим, во что хотим верить. Верни меня обратно. Прямо сейчас. Я не буду больше слушать твою ложь. Не забывай, кто ты такая, Эрдри. Брось меня. Вздыхает. Оставь меня в покое. Я говорил, что это его дочь. Я, получается, с первой... Ты понимаешь? Я с первой серии... С первой серии... Сразу... Нет, это не правда. Это правда. Это не может быть. Это может быть. С первой серии... С первой серии... Я угадал. С первой. Вот это я мегамозг. Я просто в афиге, реально. Я такого вообще не ожидал. Ну, типа, я уже, знаешь, на самом деле стал думать, что я был все это время неправ. И я такой, блин, какую-то хреновую теорию выдал. А теперь, блин, еще такой поворот. Вообще мощно. Ну, мы, наверное, сейчас будем заканчивать на этом прям вообще неожиданном повороте. Сейчас давай вернемся к двери. И узнаем, что за дверью уже в следующей серии. Сейчас мы немножко еще пройдемся. Собственно, пройдемся к этой двери. Это просто шик. Ох, мне нравится. Ади, Бенди. Бенди. Внимание, дети машины. Это Вилсон. Короче, что там по киперу. Мы должны защититься еще раз. Этот хранитель смотрит. Я так понимаю, Вилсон типа хранителя имеется в виду. Так. Вообще, как бы... Бла-бла-бла-бла. Я немножко в офиге. Ну, мягко говоря. Потому что я не ожидал все же, что я окажусь мало, потому что прав. Так что это еще и настолько короче. Рассказываю свою теорию, свои догадки. По пути пока буду драться с вот этой вот барышней. Смотри, собственно. Чего, как я понял, момент прикольный. Возможно, что вот эти... Во-первых, первая часть. Как я понимаю, тот Генри, который был в первой части. Возможно, и как я чисто понял, по крайней мере, как это я сейчас предполагаю. Тот Генри был не настоящий. То бишь, все то время, что мы играли в прошлой части. Это просто теория основы. Ну, то, что он был не настоящий. Это был Генри, которого поместили в эту машину. В этот мир картонный, который нарисовал сам Джоуи. Я сомневаюсь, что это реальный Генри. Хотя, вполне возможно, что это он. Возможно, он просто либо его туда поместил. Ну, то бишь, он реально его туда засунул. Либо он просто его, грубо говоря, скопировал. Плюс появилась... Хотя, скорее всего, он все же это поместил. Плюс появилась девушка по имени Алиса. Кто-то там. И вот, типа, эту Алису, которая была настолько хорошей, такой прекрасной, он тоже поместил в ту историю. И получилось так, что в прошлой серии таким образом подружился главный герой. И вот эта вот Алиса, которая была ангелом. Собственно, ни хрена себе. Поворот. И к чему я вообще все это начал? Возможно, что вот эти вот чернильные люди, это не только... Ну, не просто чернильные люди. Вот, Бенни. Ага, эта фигня убивает чернильного демона, точнее. Ему приносят боль, и он уходит. Бенди! Бенди! Неожиданно. Ну, как бы я уже говорил, что это было очень неожиданно еще, когда мне заспойлерили. Но вот этого я абсолютно не ожидал. В общем, остановимся на этом. Прям вообще серия вышла прям мега супер хорош. Прям... Ух! Очень классная сюжетная серия. И я вот что хотел добавить в конце. Я вот про это пытался говорить. В общем, как я понимаю, вот эти все чернильные люди, это либо наполнители просто для мира, плюс потом, я как понимаю, уже ближе к, наверное, концу, когда он уже заканчивал этот мир, он подумал, что он хочет семью, когда вот этот тот сам, собственно, наш главный герой Генри в прошлой части подружился с Алисой. Он такой, типа, блин, я тоже хочу семью. И он, короче, походу создал нашу Эрдри, которой он рассказывал историей, как было в конце. Типа, Расскажи мне, пожалуйста, еще одну. Вот это вот, видимо, она и спрашивала. Собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подпишись, поставь лайк, прокомментируй. Это очень сильно замотивирует. Автор продолжает делать видео. В последнее время в виде, что-то упали, количество просмотров и прочего, прочего. Поэтому я немножко расстроен. В общем, поддержи меня, помоги мне. И спасибо тебе за внимание. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok